Дорогие друзья, доброго времени суток. Я хочу вам предложить медитацию. Медитации бывают разные с точки зрения объекта медитации, также есть разные способы медитировать. Сначала я расскажу о принципе, что же это такое медитация и почему это важно. Почему все древние арии, йоги, они все практиковали медитацию, все цивилизованные люди имели такую практику в далеком прошлом. В мире сегодня есть дисбаланс духовного и материального, нарушен баланс. Нарушена некоторая гармония, поэтому происходят разные тревожные события, их становится много, иногда чересчур много, иногда становится опасным явлением социальным и мировым. Медитация это как раз то, что должно сбалансировать наш, прежде всего, внутренний мир в отношении духа и материи, а затем распространиться это на окружающую действительность, то есть проявиться, воплотиться должна быть, это гармония, дисбаланс. Давайте представим. Сначала вот подключим воображение. Представим, что вы канатаходец. Так, вы должны держать равновесие. У вас есть вот такой шест, возможно, как это использовать для того, чтобы это было легче чувствовать равновесие. И вот, с одной стороны, есть концепция «я», мнение о себе, и, с другой стороны, концепция «мое». Это две концепции, которые можно вывести из равновесия. Они связаны между собой. Отметьте, это две стороны нашего веса в обществе и мнения о себе. Кто такой «я», что я о себе думаю, насколько велик в своих глазах или ничтожен в своих глазах, насколько я адекватно понимаю себя, насколько глубоко понимаю себя, это я. С другой стороны, есть «мое». Есть какие-то ресурсы, которые могут подтвердить мою значимость в обществе. Обычно это какие-то накопления, материальные ресурсы. Но мы должны отметить, что между двумя этими категориями есть третья категория «я сам» посередине. То есть тот, кто должен опираться на этот канат и держать равновесие, не падать ни в одну сторону, ни в другую сторону. Эти вещи должны быть сбалансированы центром. Центр означает, ради чего все это делается, смысл. Для кого я существую? И для кого и для чего существуют мои накопления? То есть смысл. Если есть достаточно прочный смысл, можем равновесить две эти категории. Если этого смысла нет, то просто будет вечный спор. Вечная будет какая-то борьба между «я» и «мое». «Я» и «мое». Я что-то теряю, я себя плохо чувствую. Я что-то приобретаю, я себя опять чувствую значимым. Все люди борются сегодня за независимость. За независимость. Это дисбаланс. Дисбаланс в умах людей. В центре есть сила, сила, которая держит равновесие. Все принадлежит Богу. «Иши вася, и дам сарвам». Это панишады описывают. Это формула. Формула как бы равновесия. Я освобождаюсь от чувства собственности. И таким образом устанавливается внутренний баланс. Я становлюсь независимым от того, сколько я имею, и сколько веса имеет мое «я». Момент независимости, свободы – это как бы результат, продукт медитации. Я есть душа. Вечная душа, все принадлежит Богу, приходит внутри равновесия. Не важно, сколько я имею, не важно, что обо мне думать, важно исполнять свою истинную, вечную роль, находясь свободной личностью. С медитацией приводит к тому, что мы отличаем материю и дух. Ну, сегодня я бы предложил медитацию, которая вот будет основана. Я открываю вторую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Космическое проявление». И первая глава «Первый шаг в познании Бога». Вот баланс с этого начинается. Первый шаг в познании Бога. Какой же он? Первый шаг в познании Бога предназначен для любого человека. Остальные ступени могут быть предназначены для тех, кто уже достиг каких-то уровней. Но первый шаг доступен любому человеку, верующему и неверующему в том числе, потому что будет опираться на доступные вещи нашему восприятию. А позже, если мы освоим первый шаг, мы сможем подняться выше обычного опыта, если мы владеем медитацией, и идти дальше. Дальше это будет Господь в сердце. Обнаружить можно будет его следующий шаг медитации. Затем идет чистейшая деятельность. Следующий шаг медитации – это чистое, любовное, преданное служение. Вот это все в области баланса будет равновесие находиться. И потом мы сможем понять процесс творения этого мира, что он из себя представляет. Это все в медитации можно открыть. И понять источник всего, причину всех причин. То есть, в конце концов, мы подходим при помощи опыта медитации к обнаружению божественной силы. Первый шаг познания Бога – это вишварупа, вселенская форма. Доступная нашему восприятию до какой-то степени. Я вижу космос, вижу вот эту Землю, вижу планеты, звезды. Я думаю, что там может быть жизнь. И здесь начинается с того, что человек должен управлять дыханием и держать ум под контролем. Как? Для этого он должен произносить трансцендентный слог – аум. Или как мы обычно помним, это оум мы называем. Но он три звука имеет – а-ум. Суть наша будет в том, что мы пойдем по текстам Бхагавата Пураны сначала, ознакомимся. Почему оум? Медитация может быть основана на эмоциях, например, на чувствах. Например, мы можем себе представить какую-то среду, очень приятную для чувств. Может быть, это солнечный берег Гавайских островов. Может быть, это приятные, теплые волны океана. Может быть, это вокруг запах каких-то благоухающих цветов. Или, может быть, это лунная какая-то идиллия у океана. Или у озера, где плавают какие-то рыбы, где вокруг на поляне ходят красивые птицы. То есть, это медитация основана на эмоциях, на чувственном восприятии. То есть, самые приятные какие-то вещи мы выбираем в уме, сосредотачиваемся на этом, чтобы устранить все негативное. Да, вот, просто уравновесить себя с точки зрения стресса. Это медитация в области эмоций или сентиментов. Выше этого медитация воображения. Когда можем вообразить что-то великое. Например, можем вообразить, что такой этот грандиозно материальный мир, и себя почувствовать там, как того, кто ощущает это грандиозное творение и воображает, какие планеты существуют, какие события происходят в этом мире. Это основано на воображении ума. Или анумана называется. Первый способ – протягшее чувство. Второй – анумана. А третий способ, который здесь и предлагается, это медитация на звук непридуманный, невоображаемый. То есть уже существующий. Он дается в веда. Мы не можем его придумать, не можем вообразить, не чувствуем и не умом. Он дается в священных книгах. То есть он из другого, как бы, опыта. Из опыта уже тех, кто достиг совершенства в медитации, оттуда привнесенный вот этот трансцендентный звук – Ом. И что же произойдет при медитации на этот звук? То, что мы сможем осознавать больше и больше единства мироздания. И себя, как части этого единства. То есть, по мере того, как ум будет одухотворяться, вот осознавать эту полноту, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувство под контроль разума. То есть отвлекается эта медитация больше и больше от чувственной деятельности, которая нас ведет к пониманию двойственности. Хорошо, плохо, хороший друг, а вот враг. Вот эта двойственность нас выводит из баланса, единства этого мира. И когда уже ум освобождается от этой материнальной двойственности, тогда он сможет понять этот звук Ом как духовное явление. Все вместе взятое – это сила, которая держит все в единстве. Это совершенно независимая сила, на которой базируется вся вот эта двойственная жизнь, которую мы наблюдаем. Вот эта скрытая сила на себе все держит, оставаясь невидимой. И вот затем, когда мы сможем воспринять все вместе взятое целиком, беспристрастно, следует приступить к медитации на отдельной части тела Вишну, удерживая в уме образ всего тела Господа. Тело здесь имеется в виду Вселенное, Вселенское тело. Оно будет также с участием воображения происходящее, что мы не увидим все целиком, но вообразим, вообразим всю Вселенную. И вот теперь это гармоничное тело оказывается, тело Вишну, тело Бога тоже. Вишну означает тот, кто все держит, поддерживает, все Вышнины. И здесь в Бхагаватапуране говорится, что ум может полностью успокоиться только вот в нем, в этом образе, в образе вот полного целого Вишну. Теперь, значит, задача – средоточить ум на грубых проявлениях энергии Господа. Грубые проявления – это земля, стихия, вода, огонь, воздух, эфир. Это грубые проявления, которые мы можем воспринимать органами чувств, потому что наши органы чувств созданы, скомбинированы из этих же элементов, а это недоступно для восприятия. Вот с этого начинается первый шаг в познании Бога. Используя чувства, контролируем ум и разум. То есть есть глаза, есть разум. Вот с этого начинается уже понимание гармонии. Я читаю, цитирую, вся совокупность гигантского проявления, воспринимаемого чувствами материального мира, является телом абсолютной истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего Вселенной. Вот это Вселенское время. Мы живем в прошлом, в настоящем будущем. Это Вселенская энергия. Видите, мы тоже часть Вселенной, мы разделяем эти три измерения времени. Содержанием концепции вера-трупы Вселенской формы является гигантская Вселенская форма Личности Бога. Также мы говорим о Боге, наверное, Он какой-то очень великий, да, и нам удобно будет представить гигантскую форму и обожествить что-то великое, сверхсильное, сверхграндиозное, может быть, даже пугающее своим масштабами, величием, где мы можем благоговеть. И эта форма находится внутри Вселенной, невидимо, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов. То есть Вселенная покрыта семью слоями еще. Вот внутри вот этой Вселенной, за семью слоями, внутри, есть эта воображаемая, невидимая форма. Те, кто постиг это, знают, что планетная система под названием Патала образует подошвы стоп Господа Вселенной. А планетная система раса Тала, его пятки и пальцы ног. Лодыжки Господа – это планеты Маха-Тала, а икры – планеты системы Тала-Тала. Здесь будет описываться 14 планетарных систем во Вселенной, внутри Вселенной. Семь оболочек – это как бы кожура кокосового ореха, представьте, Вселенная напоминает. Внутри есть пространство, в этом пространстве, где-то половину, какую-то часть занимает вот эта кокосовая жидкость, есть такая среда, в определенном измерении там есть такой океан, и 14 планетарных систем. Идет сейчас счет медитации снизу. В самом низу находится Патала. В будущих текстах также в Багавата Пуране будет описываться, что это за уровни планетных систем, какие там живые существа и образ жизни, и уровень наслаждений. Везде он разный. И земной уровень в том числе, который находится посередине, между 14 планетами и системами, ровно посередине. Земля относится и к низшим планетам, между ними, и к высшим планетам. Смешанная такая категория. Пхуми – земля, называется. Здесь есть проявление ада и проявление рая. Планетная система Су-тала – это колени, вселенская форма Господа. Планетная система Вит-тала и А-тала – его бедра. Его чресло – это махи-тала, а космическое пространство углубления на его животе. Значит, это уровни стопы, подошвы, икры, колени, голени, пояс Господа, вселенская форма Господа. Рассмотрим, как слои во Вселенной, выше слой, еще выше слой, еще выше слой нарастают. И вот пупок – центр, это в центре всего, что организовывают. Это космическое пространство, в котором все это находится одновременно. Необычно представить это в медитации, что все это находится в пространстве, и пространство здесь олицетворяет пуп – центр. И пупок находится в таком углублении тела, вот это углубление представляет всего все это космическое пространство, где эти планетные системы существуют, находятся на точном своем как бы измерении места. Грудь – вселенская форма изначальной личности, система светозарных планет, грудь, уже пошли выше планеты, шея планеты Махар, рот планеты Джанас, Алло – планетная система Тапас, высшая планетная система Сати Аллока является головой того, у кого тысяча голов, представьте, тысяча голов, тысяча рук, тысяча ног, тысяча животов, безмерное количество. Это принцип материальной вселенной, потому что ноги олицетворяют опору, все на что-то опирается, руки – означает, что есть поддерживающая сила, животы – означает пищеварение, все трансформируется постоянно в все материальные элементы, как будто идет какой-то процесс разложения, восстановления, это подобное пищеварение, разлагается один, усваивается продукт, переходит в другое состояние, в тело. Из тела выходит обмен веществ, и снова идет тот же самый процесс, то есть это живот. Этот принцип как бы пищеварения есть во всем мире, так же он проявляется. И все это является телом Всевышнего, там все умещается, все то, что видимое, невидимое, воображаемое, желанное, нежеланное, все существует в этом теле, в равновесии, Вселенский баланс сохраняется. Хотя у нас на Земле, на планете нарушен баланс до какой-то степени, но она еще сохраняется, еще не нарушен полностью баланс. Вот когда уже нарушен баланс полностью, когда уже решения нет для того, чтобы жить в мире и в развитии духовном, тогда происходит полное разрушение. Сатя-Лок — это высшая планета во Вселенной. Сатя означает истина. Сатя означает добродетель. Практически планеты Сатя-Лок существуют, сколько существует вся эта Вселенная? 311 триллионов 40 миллионов земных лет, по подсчетам ведических. Такой там срок жизни на Сатя-Локе. Вот представьте, наверное, если мы говорим о высшей гармонии в этом измерении, это Сатя-Лока. Есть планеты ниже Сатя-Локи, это Тапас. Тапас означает аскеза, где практикуют аскезы. Джанас, Махар — планеты служат для очищения, тонкого глубинного очищения души. И планета Земля — Пхур уровень, Пхур-Лока. Ее называют полем кармической деятельности или накоплением кармы, чистилищем таким. То есть какую карму для человека накопит, от этого будет зависеть, куда он пойдет дальше, на какой уровень планетных систем. Вниз, вверх, на Сатя-Локу, Тапа-Локу или Паталу. Зависит от того, какую жизнь проживет в поступках в этом земном измерении именно. И мы сегодня хотим оторваться от земного обычного измерения, чтобы накопить благочестие, уравновеситься благочестием. Его руки вселенской формы — это полубоги во главе с Индрой. Ну, то есть полубоги — это, не путайте с богами, их называют суры или девы. В русском переводим как полубоги, или боги их называют. Они не боги, бог один. Вселенская форма, она одна. Но это части его тела, которые выполняют определенные функции. Мне кажется, это его руки. Полубоги управляют некими законами материального мира и стихиями. Земля, вода, огонь, воздух, эфир находятся под юрисдикцией вот этих самых существ. И комбинация этих отношений, законы, их 33 миллиона таких вот существует существ во Вселенной, где каждый отвечает за какое-то явление в этом мире. Даже функции тела, связанные с их как бы деятельностью, с их санкцией. Мигание глаз, скажем, пищеварение, ходьба наша, листарость, любое, возьмите, физическое явление, закон, он связан с тем, что он находится под юрисдикцией какого-то вот дева или полубога. И это его руки, говорится. Руки, которыми он управляет этой Вселенной. Десять сторон света – его уши, а материальный звук – его слух. Ноздри этой формы Господа, два ашвини кумара. Может быть, нам это мало что говорит, но просто слушаем. А материальные запахи его обоняния, его уста – это пылающий огонь. Да, речь, видите, речь очень могущественная в этой Вселенской форме. Что же такое за речь Вселенской формы? Это то, что мы сейчас читаем с вами, веды. И говорится так, что не зашли из уст верховной Личности Бога, передаются по цепи ученической преемственности. То есть, этот огонь – знание, сжигающий всю карму. Сходит из уст Вселенской формы, который может говорить священными текстами. А мы лишь с вами сегодня повторяем. Это все у нас в рамках медитации. Просто вообразите эту картину, которая описывается здесь. Космическая сфера – его глазницы, а Солнце олицетворяет собой его зрение. Его веки – это день и ночь. А движение его бровей – обитель Брамы и великих личностей, подобных ему. Его небо – властитель вод, воруна. А сок, то есть сущность всего, его язык. Солнце – это его зрение. То есть, видите, наше зрение зависимо от его зрения, от Солнца. Если есть свет, мы видим. Если нет света, мы не видим. Значит, мы видим только тогда, когда глаза у Бога открыты. Ведические гимны – это мозг Господа. Вот мы читаем сейчас ведические гимны. Его челюсти – яма, Бог смерти. Челюсти все сокрушают. Карающий грешников. Искусство любви – его зубы. Обольстительная иллюзорная материальная энергия – улыбка Господа, неотразима. То есть, иллюзия этого мира такая сильная, так привлекательная. Это олицетворяет улыбку этой вселенской формы. Очень трудно, как бы, вот победить, да преодолеть эту привлекательность. Весь необозримый океан материального творения, не более, чем его взгляд, который он бросает на нас. Скромность – верхняя губа Господа. Страстное желание – его подбородок. Религия – его грудь. А безбожья – спина. Брамаджи, порождающий все живые существа материального мира, гениталии Господа. Потому что Брама – он пра-пра-пра-отец всех живых существ. Он первое живое существо во Вселенной. Он предоставляет гениталию вселенской формы. От него пошли различные виды живых существ. А Митра-Варуны – два его яичка. Океан – его талия, а холмы и горы – его скелет. Интересная медитация. Океан – это талия Господа или живот Господа. Интересно, что омовение в океане улучшает пищеварение, связанность пищеварения. Так описано в Аюрведе. А здесь, говорится, океан – его талия или живот. Связанные вещи. Холмы и горы – это скелет, это вот такая твердая опора. В том мире, где мы живем, холмы и горы – это как бы составляет скелет планеты тоже, остров планеты. О, царь, реки – это вены Господа, деревья-волоски на его гигантском теле, во всемогущий воздух – его дыхание, проносящиеся в века движения Господа. А его деяния взаимодействуют трех гун материальной природы. Все в ее власти, в этом полного целого. И его деяния взаимодействуют трех гун материальной природы. Это все вместе взятое, все действует, все движется. Движется каждое живое существо от микроорганизма, животные, птицы, растения, люди. Столько движения здесь. Все это одновременно находится под управлением. Вот это осознание вселенской формы. А один разум всем этим движением управляет. О, лучшие скуру, облака, несущие влагу – это волосы на голове Господа. Рассветы и закаты – его одеяния. А первопричина материального творения – его разум. Ум Господа – луна, являющаяся источником всех перемен. Как утверждают знатоки первоосновой материи Махататтва – сознание вездесущего Господа. Арудра-дева – его эго. Шива. Шива – тот, кто разрушает этот мир материальный. Его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон – его ногти. А дикие животные и все четвероногие находятся в области его поясницы. Различные виды птиц – выражение его безукоризненного художественного вкуса. Ману – прародитель людского рода. Ману – это прародитель людей. Олицетерение его разума – знания, поддерживающие глубокий мир. Также описываются различные виды наказания за какие-то грехи, чего нужно бояться, за что нужно наказывать и к чему нужно стремиться. Описывается также значение отца и матери, значение духовного учителя, значение брака. И вот все эти вещи, которые для нас очень важны, в Ману-Самхите описываются законом. И что нарушать нельзя. Это олицетерение разума Бога, Ману-Самхита. А человечество – его обитель. То есть он приходит иногда время от времени в общество людей, принимая человекоподобную форму в руку. То есть по образу и подобию человек создается, его двурукая форма. Небожители, имеющие человеческий облик, гандхарвы, видятхары, чараны и ангелы, воплощение присущего ему чувства музыкального ритма. А демоны-воители олицетворяют собой несравненную доблесть Господа. То есть также это часть вселенской формы. Демоны, полубоги, хотя они разные, они друг другу очень противоречат, тем не менее, те и другие, они существуют для определенной цели, более высокой. Все, что есть, все эти энергии, которые нас окружают, для того, чтобы мы могли получить достаточный опыт знания, осмыслить себя, Бога, и освободиться от всех уже тройственных материальных страданий окончательно. Лицо Вират Пуруши – это браманы, это священники, это учителя браманы, класс людей – лицо, голова. Интеллектуалы. Руки, его руки, кшатрии – это воины, администраторы, управляющие миром. Бедра ващи, или живот так же. Ващи означает торговое сословие, которое обеспечивает энергией вот все тело. Шудры же пребывают в сине его стоп, то есть рабочий класс, в сине его стоп. Они олицетворяют как бы опору всего общества, всех классов – это труженики. Все полубоги, которым поклоняются в этом мире, так же подвластны Господу, и потому долг каждого совершать жертвоприношение, принося в жертву все, чем можно сослужить его благосклоном. Итак, я описал тебе вселенскую форму личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, средотачивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее. Вторая песня, Шримад Бхагаватам или Бхагавата Курана, первая глава, первый шаг в познании Бога. Это то, что может нас сбалансировать по отношению к миру, к другим людям. Это серьезный шаг будет к миру. Если мы приступим к этой медитации, в серьезности будем изучать эти тексты, учиться этому, то, на мой взгляд, личный взгляд, не пройдет и полгода, как культура в мире изменится к миру, к миру и процветанию. То есть мы перенесим именно в эту сторону. Иногда сравнивается цивилизация, которая набрала скорость, как сегодня мы набрали скорость в каком-то направлении с поездом, целый состав вагонов на большой скорости несется. Но, к сожалению, направление неверное. И что же делать? Ведь мы же не можем с вами выйти на рельсы, встать на этот, перед этим локомотивом, несущимся с огромной скоростью, он сметет нас. Мы скажем, вот, мы боремся тут, чтобы было процветание, счастье, мир во всем мире. И уж, все уже несется. Как это все? Возможно, остановить эту машину, огромную машину, созданную человеком. Мы не останавливаем эту машину. Мы, видите, что читаем? Мы изменяем стрелку на рельсах. Если стрелка чуть-чуть повернуть на другой путь, этот поезд на той же самой скорости постепенно, плавно, безболезненно изменит направление. Это медитация. Но очень важно осознать единство, кем бы мы ни были в этом мире, христианами, мусульманами, атеистами, светскими людьми, последователями Тора или ведической культуры. Начнем с того, что первый шаг познания Бога — осознать единую вселенскую форму, в которой мы все одновременно находимся. И будем находиться всегда. У нас нет другого с вами места. Вот мы живем в этом пространстве, и нам нужно в этом пространстве установить счастье, мир и процветание. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok